Количество поехавших персонажей в Варкрафте исчисляется десятками, если не сотнями. О безумных персонажах вроде Гороша или Сильваны слышали многие. Они известны, о них написаны книги, снято десятки роликов на ютубе. А что ж говорить про квестовые цепочки или игровые сценарии? Но сегодня я хочу пойти по немного другому пути. Я хочу рассказать о малоизвестных или редко упоминаемых, безумных, поехавших головой персонажах мира военного ремесла. Кибербанк в извращенной форме смог добраться и до World of Warcraft, но нужен небольшой контекст, предыстория. Итак, когда-то давным-давно, много-много веков назад, силы добра сражались с древними богами. Не имея возможности окончательно расправиться с древними богами, не уничтожив при этом сам Азерот, силы добра заключили их в тюрьмы. В одной из таких тюрем находился древний бог Йоксарон. Его охраняла особая стража. Неподалеку от места заточения древнего бога находилась особая кузница душ, в которой создавались особые расы, выкованные из металла, камня, кристаллов, стали и из прочих элементов. Они создавались, чтобы помогать силам добра бороться с местным злом. Одним прекрасным днем стражи, охранявшие древнего бога, дали слабину и расслабили булки. Это почувствовал Йоксарон и решил воспользоваться моментом слабины. Он окутал кузницу неким проклятием плотью, благодаря которому создаваемые в кузнице расы становились смертными, обретая кровь и плоть. Это, пропуская множество сюжетных моментов, не столь важных для контекста, привело к тому, что условные каменные дворфы из сталью, стали обычными смертными дворфами из плоти и крови. То же самое и с другими расами, вроде хуманов или гномов. Теперь перенесемся на кучу тысяч лет вперед. Жил-был один правитель обычных гномов из плоти по имени Король Мехагон. И желал этот король отыскать загадочную страну технологий. Мехагон отринул свой народ и отправился на поиски столь загадочного места. Забив на обычных гномов, он образовал новое королевство, Королевство Мехагон. Имел правитель королевства одну мечту – избавиться от того самого проклятия плоти. Для этого он начал постепенный процесс механизации гномов своего нового королевства. Так мало-помалу получились ныне известные механогномы, некоторые из которых едва ли напоминают тех гномов, которыми они были раньше. Но зато получился неплохой косплей на древних предков гномов, не имевших плоти. Король этой механизации пытался превратить живое в жестянки. Избавиться от проклятий его было жизненным креду. Но ему было мало превратить свое королевство в полуроботов. Он желал масштабировать процесс механизации на все, что является живым. Им был издан указ номер 7, который объявлял вне закона «Любые немеханические существа меньше младенца». Король отлавливал рыб, белок, кроликов, тараканов, кошек, предавал их суду и приговаривал к механизации. Чтобы расправиться с оставшимися биосуществами, им были созданы особые летающие роботы. Позже его цель механизации касалась всего Азерота, а не только мелких существ неподалеку. Вообще, он всегда давал выбор без выбора. Либо ты проходишь процесс механизации, либо тебя убивают. Ну, выбор есть, но отказ равно смерть. К слову, далеко не все сограждане гиберпанк-королевства одобряли намерение короля механизировать вообще весь Азерот. В комиксах описывался курьезный эпизод с одним обычным гномом, который потерпел крушение и оказался в землях механогномов. Последние с большим удивлением отнеслись к биогному из кожи. Они были шокированы. Этого гнома по имени Керва провели по королевству, показали достопримечательности, рассказали о их культуре и быте. Его лично сопровождал король. Когда Керва сказал, что тот немножечко шиз, а процесс механизации, который был очень болезненным и мог буквально длиться несколько лет, является настоящей пыткой, тот ему ответил, что эта боль – ничто, по сравнению с той постоянной и неизбежной болью старения и смертью. Чуть позже Керва встретился с принцем королевства и по совместительству с сыном короля. Тот сказал, что вообще дело дрянь. Тебе, как мешко из мяса, стоит как можно быстрее отсюда валить, и вообще, как свалишь, в срочном порядке следует предупредить остальных, что обезумевший король планирует механизировать весь Азерот, и его надо бы остановить. Керва тут было послушал объемлющее насторожение принца, но алчный гном не хотел уходить с Мехагона с пустыми руками. Чтобы получить какую-то награду, он пошел к королю и сдал принца, что тут вообще против механизации, хочет остановить короля и все такое. За это король Мехагона наградил Керва супер подарком. Добровольно принудительным процессом быстрой механизации, которое существенно быстрее болезненного обычного процесса механизации. Но подарок оказался не столь приятным. Что-то пошло не так, и во время быстрой механизации что-то сломалось, и в итоге Механа Керва стал полубезмозглым, отупевшим и не способным на какие-то осмысленные поступки полуроботом. Единственное, что мог делать механизированный Керва, это бессмысленно произносить фразу «нашел». Алчность сгубила пацана. Чуть больше месяца назад, в контексте одного легендарного меча во время гнева Короля Лича, я затрагивал такого персонажа, как Кальтира Ткач Смертью. Но в этот раз я бы хотел рассказать, что случилось с ним после гнева Короля Лича. А вернее, о его крайне натянутых отношениях с Сильваной Ветрокрылой в последующих дополнениях. Коротко, кто он вообще такой. Итак, давным-давно Кальтира Ткач Смерти являлся доблестным эльфом, который защищал земли эльфов от внешних угроз. Эльф Кальтира служил по началам Сильваны Ветрокрылой. Но в какой-то момент пришла плечь. Земли эльфов были объяты порчей, а как бы отважно не сражались защитники, одолеть орды плети было невыполнимой задачей. Кальтира, как и сама Сильвана Ветрокрылая, были убиты, а следом воскрешены Королем Личом в качестве своих слуг. Кальтира пал в бою от рук рыцаря смерти по имени Тассариан. После того, как эльф был воскрешен, он сам стал рыцарем смерти, а также хорошим другом Тассариана. Они подружились. Их дружественные отношения еще сыграют свою роль в будущем в контексте Сильваны. С Тассарианом рыцарями смерти они были жестокими. Он и Тассариан измывались над мирными жителями, а Кальтира так и вовсе совершал преступления, только для того, чтобы утолить жажду своего меча. Но рыцари смерти в итоге смогли освободиться от влияния Короля Лича Артаса. Кальтира и Тассариан стали свободными, и чтобы искупить грехи, начали сотрудничать с Ордой и Альянсом. Кальтира пошел в Орду, чтобы быть ближе к своему старому народу, эльфам крови, и вновь встал под крыло Сильваны Ветрокрылой, что довольно забавно. А Тассариан же примкнул к Альянсу. Оба пусть и стали относительно положительными персонажами, сохранили много причуд и являлись мутными типами. Та же жажда крови невинных у клинка эльфа никуда не пропала. И вот наступает катаклизм. Король Лич повержен. Остатки слушателей Артаса теряют свою силу. Орда и Альянс решили этим воспользоваться и взять под контроль город Андарал, который в прошлом был окутан силами Артаса. Чтобы выполнить эту задачу, фракции посылают своих воинов-командиров. Со стороны Орды посылается Кальтира, а со стороны Альянса Тассариан, старый друг эльфа. Силам Орды удалось взять восточную часть города, а силам Альянса западную. Но в Андарале еще находились остатки плети Артаса. Обе фракции послали своих воинов, чтобы вместе добить остатки плети. После этого силы Кальтира и Тассариана решили заключить временное перемирие. Пока разбираются с плечью, чтобы восстановить силы. Так и была бы временная дружба и жвачка, если бы не восставшие фермеры, которые вопреки объявленному перемирию, решили напасть на Орду. Орда была не готова и послала игрока за некой Линдси Черное Солнце за помощью, которая была тесно связана с этой битвой за Андарал. Но выясняется, что Линдси это не какая-то там помощница, а не кто иная, как замаскированная Сильвана Витрокрылая, которая дергала за ниточки, чтобы посмотреть, как себя будет вести ее полевой командир Кальтира. И все это было эдаким испытанием на преданность Сильване в скобочках Линдси. Сильване в скобочках Линдси не понравилось, что Кальтира и Тассариан заключили перемирие, даже несмотря на то, что оно было временным, чтобы разобраться с остатками плетью. Она также узнала о том, что когда они служили Артасу, они являлись друзьями. Несмотря на то, что по итогам битвы за Андарал победила Орда, она решила жесточайшим образом наказать своего дважды бывшего подчиненного. Сильвана заточила Кальтиру в тюрьму и начала его жестоко пытать. Фракция рыцарей Черного Клинка, общая и влиятельная фракция освобожденных рыцарей смертью, долго и упорно пыталась договориться с Сильваной, чтобы освободить заключенного эльфа. Но ничто не помогало убедить Сильвану, своих подчиненных она никогда не прощает. В Пандарии вопрос о судьбе павшего командира напрямую задали разработчикам, на что они сухо ответили, что у чувака этого все очень плохо. Так, Кальтира находился в заточении по воле Сильваны на протяжении трех дополнений. Лишь в дополнении Легион, фракция Черного Клинка совершит успешную и дерзкую попытку освободить силой заточенного эльфа. После освобождения Кальтира, дважды бывший подчиненный Сильваны при жизни и после смерти, несколько раз мелькал в новых дополнениях и всегда твердил одну простую истину. Никогда не стоит связываться с Сильваной, она не такая простая и очень жестокая. А о своем пребывании в плену и что с ней происходило, он не хочет рассказывать. Нетризимы в Варкрафте представлены в виде таких себе коварных демонов. Еще с третьего Варкрафта, Нетризимы играли не последнюю роль в рядах Пылающего Легиона. Представители этой расы поспособствовали приходу плети и тем бедам, которые произошли во время Третьей Войны. Да и после Третьей Войны, они никуда не исчезли и продолжили пакостить, вести темные игры, плести заговоры и всячески помогать силам зла. Но было и одно исключение. Один особый Нетризим, который существенно отличался от своих демонических собратьев. И имя ему Латраксион. Начинал он свой путь, как обычный Нетризим. Похищал души, гадил где еще не было нагажено, ну и соответственно прислуживал Пылающему Легиону. Латраксиону было поручено охотиться за созданиями бездны. Однажды он столкнулся с представительницей расы эфериалов, Локус Уолкер, которая была ему не по зубам. Локус Уолкер уже вот была готова грохнуть демонюгу и добить его в круговерте пустоты, чтобы подлый Нетризим больше не смог возрождаться. Но она прочувствовала в нем что-то, чего не видела в других Нетризимах. Возможно не такую преданность теме, как у его других собратьев, а возможно что-то еще. Главное, что у него должно было быть какое-то судьбоносное будущее. Поэтому лучше ему жить, чем умереть. Она освободила Нетризима, а позже он был искуплен светом. Таким образом из вот этого получилось вот это. Единственное в своем роде, к слову. После своего светлого преображения, Латраксион стал преданным прислужником света. Его былая темная сущность заменилась ярким свечением, а его демонические рога теперь отрублены. Кожа с темной превратилась в яркую и белую. Память о своих былых темных деяниях у него никуда не делись. Упоминается, что он помнит о своем неугодном прошлом и сильно сожалеет о своих деяниях. В World of Warcraft его можно было встретить в дополнение Legion, где он предстал игрокам в виде второстепенного связующего персонажа. Также, как можно судить по его титулу, командующий после искупления светом, он достиг весьма почетного ранга в рядах армии света и рыцарей серебряной тлани. На данный момент он единственный известный Нетризим в истории Варкрафта, который был искуплен и очищен. Не уходя от темы света, пожалуй, стоит отметить еще одного персонажа по именем архиепископ Бенедикт. По сюжету, Бенедикт еще с юности являлся преданным религиозным служителем. Много лет он учился благочестивой вере и даже помог построить священный собор в Штромграде. На его жизнь припало много трагических событий. Он пережил приход орков, первую и вторую войны. Несмотря на увиденные ужасы, его вера в свет оставалась непоколюбимой. Даже наоборот, он воспринимал эти невзгоды как испытания его убеждений. После смерти одного из важных религиозных служителей Альянса, Бенедикт возвысился и стал руководителем Часовни Штромграда. Он поклялся, что продолжит доброе дело своего предшественника. Руководство Альянса доверяло архиепископу и поручало ему важные для фракции задания, включая поиски запытых артефактов или важных религиозных вещей. Более того, он имел столь большое уважение, что был недалеко того, чтобы обучать силам света действующего короля Альянса, Андуина, когда он еще был совсем юн. Но до этого немного не дошло, но это уже другая история. Но если первую и вторую войны он не то что пережил, а даже укрепил свою веру, то вот третья война, наоборот, пошатнула его рассудок. Он все чаще начал задавать неугодные вопросы, а его самого тревожила ужасная мысль. Почему свет оставил Лордерон именно в тот момент, когда люди больше всего нуждались в помощи? Несмотря на нарастающие вопросы, он продолжал верой и правдой служить в Часовне Штормграда. Но его слабостью и неуверенностью решили воспользоваться культисты Сумеречного Молота, которые прислуживали древним богам. Культисты в какой-то момент начали распространяться по крупным городам Азерота. Они знали, что сейчас вера в свет у Бенедикта не такая непробиваемая, какой была до третьей войны. Следовательно, он уязвим, и это удачный момент, чтобы воспользоваться слабостью. Культисты начали под видом несчастных, травмированных, обездоленных людей исповедоваться и приходить за помощью к архиепископу. Медленно, но уверенно, культисты продавливали свои нарративы Бенедикту. Они просто потихонечку сводили его с ума. Эти псевдообездоленные прихожане заставили Бенедикта все чаще задавать вопросы, так ли справедлив свет и так ли ужасна тьма. Культисты сделали свое дело и завербовали некогда преданного служителя света. К слову, все это время колеблющийся епископ присутствовал в игре. В Аниле он являлся наставником жрецов и тусовался в часовне Штормграда. В катаклизме он также тусовался на том же месте, тоже являлся учителем жрецов, но только его моделька обновилась. В его честь даже было названо несколько игровых предметов. Но как раз таки между Ванилой и Катаклизмом, где-то в гневе Королевича Бернинг-Круссейде, он перешел на сторону культистов. Пускай публично он по-прежнему оставался церковником. Это была двойная игра. На публике за свет и за все хорошее против всего плохого, за закрытыми дверьми, дайте больше древних богов. Он столь преданно втайне служил Сумеречному Молоту, что буквально в Катаклизме стал одной из главных фигур культа. А чуть позже, к концу дополнения, он буквально возглавил культ. Неплохо так для классового тренера жрецов. Культ очень активно использовал положение архиепископа. В Катаклизме они провернули одну хитрую операцию. Злой дракон Смертокрылый глав-антагонист пронесся по Штормграду и сжег часть города. Но целью Смертокрыла было не разрушение города, а запугивание граждан. Запуганные, обездоленные, отчаявшиеся граждане после увиденного шли за помощью и советами к архиепископу. А завербованный архиепископ направлял их прямиком в объятия тьмы. Под его очевидной доброжелательностью скрывалась шокирующая правда о том, что он поклялся уничтожить все живое в Азероте при содействии своего темного повелителя. Цитирую небольшое описание о этом герое. В первых патчах катаклизма он еще старался делать вид, что он такой, каким был раньше. Его можно было встретить в разных локациях в его священном престовском одеянии. Где-то в начале катаклизма, как игроки позже узнают, он послал убийц разобраться с Тралом, вождем Орды, так как ему казалось, что именно Трал сможет помешать деяниям Сумеречного Молота. А уже в последних патчах с выходом души дракона он отбрасывает свою священную форму и показывает свой истинный облик. В рейде Ча Сумерек он предстает в виде главного финального босса, которого отважно побеждают доблестные авантюристы в количестве пяти штук. К большому сожалению, история Бенедикта в катаклизме получилась сильно оборванной и незавершенной. Вот жили-были, археописков начали дополнение за всё хорошее, за свет, учат жрецов, а тут бац, внезапно, ни с того ни с сего, финальный босс одного из подземелий. Чё произошло? Почему он резко переменился? Да чёрт его знает. Обычный игрок, который, вероятно, не влазил в книги или заковыристый лор, скорее всего, не вдуплил, так как история была очень обрывочной и резкой. Но изначальные планы разработчиков были куда интереснее. Во-первых, игроки должны были раскрыть предательство епископа. В некоторых подземелях катаклизма должны были находиться особые подсказки и зацепки, которые должны были намекать, что с церковнослужителями Штормграда что-то не так. Во-вторых, должен был быть реализован целый сценарий по выявлению предательства, по ходу которого протагонисты во главе с королём Варианом Рином раскрывали бы злую сущность церковника. В конце он должен был быть изгнан из Штормграда. Датамайнерам даже в своё время удалось добыть аудиодорожки с этого сценария. В одном из диалогов он говорил, что, мол, это всего лишь мелкие обвинения без доказательств. Контекст, к сожалению, не сильно известен. В общем, его история могла бы получиться гораздо интереснее, если бы всё это было реализовано. А не то, что получилось, жил-был добряком и вдруг стал главбоссом подземелья. Разработчики, к сожалению, отказались от постепенного раскрытия истории этого персонажа из-за того, что у них тупо не хватало времени. Поэтому в угоду более приоритетных задач его и некоторую часть сумеречного молота пришлось вырезать. Звуковые дорожки, зацепки предательства и сценарии полетели в бездну. Увы. Ну что же, по сути, на этом всё. Благодарю вас за просмотр. Удачи!